Ну, знаете, я много учитываю, начиная там с египетских лет, учителя там 2000 лет назад, в моем селе, каждый раз, потому что мы создаем новую вселенную, то есть она, она, естественно, как отражение мира, но мы создаем новую вселенную. Ты должен выходить в инфекцию, считай, что все переживания, которые твою жизнь сопровождают, а нет человеку, у которого не было переживания, они должны быть так. Другое дело, что если ты делаешь для детей, тут нельзя давить таким образом, что ребенок просто задохнется в этом и перестанет жить. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, спасибо, спасибо за приглашение. Потому что действительно фестиваль в Суздале, он как-то вот так образовался и стал по существу таким флагманским фестивалем мультипликации в России. Ну и тут, в последнюю очередь, еще и мы должны благодарны администрации, потому что у меня мое отношение к чиновникам, вы понимаете, как это отношение, но, понимаете, тут редкий случай, когда у нас при открытии фестиваля вышел, например, вот здесь сидящий Михаил Евгеньевич, сказал речь, и мы так переглянулись. И вспомнил Твардо, сказали, в свой бойцы между собой, в свой переглянулись. И абсолютно, вот, понимаете, это тот, как мне кажется, это тот уровень, который должен бы нас окружать. Но, видно, все-таки Михаил Евгеньевич относится к штучным людям, так что тут тираж невозможен. Но самое главное, что это есть все, и поэтому помощь фестивалю необыкновенная, и там все более и более складывается какая-то такая дружба, которая, по-моему, должна выйти во что-то еще больше. Не знаю, правда, куда больше, но что-то может произойти. Так что спасибо большое. Ай-яй-яй. Ну да, вот тут самый вопрос главный, вопрос висит над стороной, в чем дело закона, получила, получила обратно свое жилище или нет? Фильм далеко вперед посмотрел. Ее волк гнал, не выгнал, ее медведь гнал, не выгнал, ее бык гнал, не выгнал. «Где уж тебе совладать, попытаемся», — сказал Петухов. Теперь вы понимаете, что если этот фильм и будет показан под зревидением, в чем я сильно сомневаюсь, то там будет титр «Осторожно, в кадре кулик». Это уведомление, да. Тут странная история, что тогда мне никто в 73-м году не сделал ни малейшего замечания по поводу того, что петух курит, заяц прикурнул, чего он там, какую там он травку курил для, так сказать, для бодрости духа. Но, в общем, этого не было. А сегодня это стало бедствием над страной. Так что, извините, скоро казаки в кадре, в Огаревске, вместо своих люлей будут, уж не знаю, что они там будут. Наверное, смотреть смартфоны, которые медведи там все любят показывать. Вот. А теперь я хочу вам показать коротенький фильм. Фильм этот сделал трехлетний мальчик. Есть такая киностудия в Новосибирске, киностудия «Поиск». Там она принимает свои метро всех детей. Там никак не связано с талантливостью, способностью рисовать. Вообще-то в этом смысле дети, они все талантливые. И все рисуют, и все мыслят. И у всех огромный мир внутри. И то, что они фантазируют, никакому взрослому не придет в голову. Вот этот фильм называется «Лиса и петух». Фабула та же самая. Ну, а что случилось дальше? Прошу ваше внимание, вы посмотрите. Значит, этот фильм сделал Даня Иткин. Он его сделал весь сам. То есть он его сам озвучивал. Сам нарисовал персонажи. И сам делал анимации. Я был свидетель работы буквально там двухлетних мальчиков и девочек, которые под камерой. Им сказали, чтобы вот это зашевелилось. Нужно что-то делать вот так, так и так. Все остальное это они. Взрослые в их творчество не вмешиваются. И это может быть единственный вариант школы, идеальной школы, когда взрослые со своих эстетических позиций не учат правилам рисования этих маленьких гений. А дети, они совершенно необыкновенные, конечно, существа. Я когда делал фильм «Лиса и заяц», я, значит, Борьке моему было пять лет, Катьке три года, я у Бори говорю, Боря, а как бы ты поступил вот в этой ситуации? Как выгнать лисо? Он говорит, как выгнать, как выгнать? Взял бы спички, поджег избу, она бы оттуда и выгнала. Решение было кардинальное. Вот сейчас посмотрите этот фильм «Лиса и петух». Зелебица и петуха, петуха, белая звусь крупная, лиси ледяная. Лиса белая-рогатая, ведь у лисей могут быть логатые. Конечно, могут, конечно, такая смешная. Петух был задумчивый и забавный. И слайс нагрузно, поиски избу скала стая и побожаясь на петуху. Салам алейкум, петушок! И тебе, Иса, салам алейкум! Пусти, не пущу, пусти, не пущу, пусти, не пущу, пусти, я не пущу, я не вспомнили. Долго и счастливо. Салам алейкум! Салам алейкум! Правда, это шедевр. Особенно впечатляет, когда в зале на тысячу человек, я показываю этот фильм, я всегда его с собой варю. Показываю на тысячу человек, и вот наступает некая пауза. И когда звучит эта фраза, и спорили ли они долго и счастливы. Сал, как одно дыхание, просто пухает. Ну вот, а теперь, значит, я попрошу залетить в фильм «Спокойной ночи, малыши». Значит, история, это была заставка, которую мы сделали. Мы сидели без денег, и Михаил Алдашин пришел к нам в студию и говорит, «Ер Иванович, хотите сделать заставку, вот там деньги платят, заставку для телевидения, новую заставку?» Была замечательная заставка, которую сделал Саша Татарский еще давно, вместе с Игорем Ковалем. Но вы ее, думаю, помните, знаете. Потом ее обезобразили до полной невозможности. И сейчас, конечно, отхватывает мнение, что кто-то проявил какие-то свои такие эстетические особенности, решив, что украшение, оно пойдет на пользу. Но это наша сегодняшняя, наша философия, наше время, наше понимание искусства и прочее, прочее, прочее. В таком безображенном виде она сейчас и идет. Но тут разговор шел о новой заставке, вообще. И Миша нам так сделал кесочек набросков по поводу этой заставки, что вот здесь вот уже такие-таки персонажи появились. И дальше мы начали работать. Мы работали над ней довольно долго. Это была тяжелая, утомительная работа. Ну, представьте себе, полтора года мы над ней работали. Конечно, с перерывами, там, не все это время мы потратили на заставку. Но, в конце концов, она была сделана. Полгода она покрутилась на Первом канале, потом Первый канал ее передал еще куда-то. Все передали ее на Канал Культура, а с Канала Культура она тоже исчезла. И все, и она исчезла без следа. Недавно в Москве, в галерее на Солянке, может быть, кто-нибудь там бывал, в этой галерее, мы сделали выставку, посвященную этой заставке «Спокойной ночи, малыши». Выставка довольно большая и серьезная. Серьезная в том плане, что там было выставлено, наверное, около ста или более того рисунков, причем разного достоинства, разной величины. Мы там практически закрыли рисунками три зала. Художником-постановщиком был Валентин Ольшманг. Он сейчас на этом фестивале в качестве члена жюри выступает. Я режиссер был и сценарист этой заставки. Ну, естественно, я как мультипликатор человек рисующий. И там были и мои тоже мультипликационные разработки. Мне кажется, что выставка была хорошо сочинена. То есть мы сочинили, там потолки высокие в галерее, мы сочинили, мы сделали отпечатки многих рисунков, но увеличив их в пятеро, в шестеро против оригинала. Так что, когда заходишь в зал, ты сразу видишь на расстоянии там 5-6 метров по стенам эти огромные отпечатки. А далее, когда ты подходишь уже, собственно, к самой линии выставки, ты эти же изображения видишь уже в оригинале, но в совершенно другом размере. Такое получилось замечательное сочетание. Кроме того, там были выставлены, валены коллажи замечательного достоинства. Коллажи, в чем еще их качество, что эти коллажи включали в себя те персонажи, которыми мы играли, которые одушевлены были в самом фильме. Так что это было абсолютно подлинное, подлиннее, подлиннее уже быть не может. Вот, эта выставка, она два месяца была в галерее на Солянке, и надо сказать, что публика туда приходила и могла посмотреть саму эту заставку. Ну вот сейчас я предлагаю вашему вниманию эту заставку. Всего она по величине, там два кусочка. Один кусочек, по-моему, минуты-полторы, второй секунд сорок, я сейчас не помню. В общем, по-моему, две с половиной минуты вся эта заставка идет. Что еще? Когда было предложение об этой заставке, я позвонил Пустье Эрдсту, ну, он глава Первого канала, и сказал, Константин, вы знаете, есть такое предложение, мы хотим чуть увеличить эту заставку в целях, так сказать, расширения культурного пространства. То есть, мы добавили один эпизод в то время, которое нам было дано, но мы увеличили это время. Добавили один эпизод, на котором должна была, по нашему мнению, звучать классическая камерная музыка разных композиторов. Там были и Шуберт, и Шуман, там и Чайковский, конечно, его детский альбом, там и Ростаковича камерные вещи. Фрагменты. Фрагменты величиной идут в сорок секунд, не более того. И, как казалось мне, если каждый день будет звучать в эту неделю Чайковский, в другой неделю Шуман, то это внесет какой-то дополнительный эмоциональный ход в развитие этой заставки. И, как мне кажется, казалось, просто обогатит детские души, потому что, если на 50 детей один скажет, мама, я хочу дальше послушать это сочинение, а там еще было условие, что, значит, звучит какая-нибудь пьеса, и обозначение пьесы, композитор там Шуман, опус такой-то, ну и так далее. Но это все не было принято к сведению. Костя тут же сказал, мы договаривались, мы за это платить не будем. Я говорю, ну вообще-то я не начал с зарплаты, с оплаты всего этого дела. Я просто считаю, что есть вещи, которые должны быть обязательно необходимы. Но, естественно, заставка, она, хотя и крутилась там полгода, но практически этот кусок был отрезан. Здесь вы увидите этот маленький фильм в полном виде. Все, можно его посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чтобы ночью нам присниться Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куда нам деваться? Мы сделали 4 рекламы. 4 рекламы отняли год. Это, в общем, с точки зрения производства, это очень непроизводительно. Но по-другому и не могло быть, потому что, ну, я работаю так, как я работаю. И самое главное, что реклама не принесла особых денег, чтобы мы могли после этого еще год спокойно работать, заниматься шинелью и не думать о том, где мы еще найдем деньги. Но она существует. Прошу ваше внимание. 4 рекламы по 30 секунд. Группа компаний «Русский сахар». Советский и российский не может сравниться со мной по количеству поездок на их липу. Я уж не говорю по количеству занятий, которые я там провел. Я как-то недавно подсчитал. Получилось что-то около 700 часов занятий с разными студентами. И я бывал там, ну, более 20 раз. Последний раз был в прошлом году. И, по-моему, предполагают еще поездки летом в этом году. Ну, у меня, естественно, там близкие очень мои, могу сказать, друзья. Иных уж нет. И вот человек, которого уже нет, он задумал серию по стихам басе. Ну, вам не объяснять, что такое хоку, что такое три строки, краткость японской поэзии. На самом деле, задача не просто сложная, она практически невыполнимая. Взять строчки басе или других японских поэтов и по этим строкам сделать киноизображение. Мне они, мне, мой друг сказал, значит, ты будешь делать первый фильм в этой серии. А вообще, всего было 36 фильмов. Еще один фильм от России делал Саша Петрова. А вообще, это была интернациональная идея. В Англии делали, по-моему, в Канаде, в Китае, в Италии. Где-то такое кто-то из западных славян. В общем, это была такая фундаментальная идея. Ну, и, естественно, японские режиссеры в этом принимали участие. И вот звали режиссера, который это все задумал, Чихакиро Кавамото. Но все его звали всегда Чиро. Где бы он на фестивале не появлялся, он действительно Чиро был. Он такой маленький был. И самое удивительное, он был стабилен в своем, так сказать, развитии человеческом. Потому что он мне как-то показал фотографию, где ему три года. Я говорю, слушай, Чиро, ты можешь эту фотографию на паспорт спокойно клеить. Смотри, ты здесь у тебя без волосиков, сейчас без волосиков. Просто, ну, абсолютно точно одно лицо. Вот. Он замечательный человек, вот, с необыкновенным чувством юмора, благородный. Ну, в общем, все качества действительно удивительного и удивительной личности, и творческой, и по-детски восхищавшейся всем, что происходит в мире. И сейчас у него там, ему сделали музей в Японии, в небольшом городке. Я был в этом музее. Вы знаете, меня просто потрясает отношение японцев к культуре. Вот, казалось бы, страна, нет энергии, нет ничего, все привозное. Какая экономика и какое отношение к культуре. Это вовсе не означает, что там просто их, там, премьер одушевлен культурой. Нет. Но, когда ты приходишь куда-то в сушечную, то тебя не должно удивлять, что хозяин, стоящий там и приготовляющий суши, он тебе будет читать стихи японских классиков. В том числе и свои стихи. А потом еще покажет тетрадь, где у него записаны встречи его со своим кругом, с друзьями, где они как раз занимаются тем, на чем был построен цикл фильмов под названием «Зимние дни». То есть, они так же садятся в круг, и кто-то дает строку, следующий добавляет, и дальше эта строка путешествует по кругу поэтов. Вот, это паразит. И, значит, этот цикл «Зимние дни», он был, называлось это «Сцепленные строки», «Ренку» по-японски. И вот из этих самых сцепленных строк родилось 36 фильмов. Один из них, это мой фильм. Перевод каков. Значит, в этом фильме два персонажа. Басё и Тикусай. Тикусай, персонаж, он существует только в фольклоре, в японском. Но, несмотря на это, Басё написал стихи, посвященные Тикусаю, и написал их таким образом, как будто бы это все абсолютно в реальности происходит. Стихи звучат так. Да, значит, у японцев еще принцип стихосложения, они иногда дают преамбулу к трем строкам, и это преамбулы могут занимать полстраницы, где рассказывается очень подробно какая-то ситуация, а потом идут три строки. И преамбулы он пишет, Басё, я прошел той дорогой, по которой когда-то прошел мастер Тикусай. Мастер этот есть, он существует в узкой традиции японской, но никакого мастера там не стояло и не проходило. Это Басё добавил, так сказать, ну, для понта, в свою сокровищницу поэтическую. А строчки звучат так. Безумные стихи, осенний день. О, как теперь в своих лохмотьях я на Тикусая не счел. И я предложил им, естественно, там писали, все режиссеры писали сценарий. Я предложил им, значит, сценарий, встречу Басё и Тикусая, и послал им туда раскадровку. Они мне в ответ присылали, как тебе это могло прийти в голову? Я говорю, так это мне пришло в голову, поскольку я идиот, я-то не знаю, что это не могло быть. Мне и пришло в голову. Так что смотрите этот коротенький фильм, он всего полторы минуты. Хотя на самом деле там была задача сделать 30-секундный фильм. Но, по-моему, в 30 секунд там никто не уложился. Это практически невозможно. Но больше не меньше. В общем, такой фильм появился. Он тоже потребовал огромного времени. Но поскольку у меня с Японией своеобразные отношения, и я действительно очень люблю эту страну, я потратил довольно большое количество времени на эту заставку. Художником была моя жена, Франческа Ярбусова. Она художник всех моих фильмов. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТО Субтитры создавал DimaTorzok 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 то он может считаться новым кроме того, если поменять название а название можно поменять тут совершенно спокойно потому что я бы назвал «Встреча бомжей» дело в том, что Басё он действительно был бомж в нынешние времена этот монах, а он был монах а у него был монашеский сан он ходил по дорогам в Японию, но его слава бежала впереди ни один император не мог сравниться с его славой, это вообще поразительно а то, что вот здесь я более тщательно разработал сцену, где он свой блог ловит в шею и это все у него на самом деле в записках, потому что он где-то написал «Сижу на вершине бью в шею» так что проза тут абсолютно такое юная поэзия так, и теперь вернемся к мультипликации к другим моим фильмам у нас это время для чего? Нормально все я хочу предложить ваше внимание фильм «Сапри журал» дело в том, что его, в общем, мало где можно увидеть это фильм 1974 года но и для Франчески и для меня этот фильм был очень важным я помню, как моя Франа сказала ты знаешь, это был самый легкий фильм в моей жизни потому что когда началась борьба с ежиком в тумане а потом еще на сказке сказок там мы бились головой об стены это было действительно невозможно это было событие а здесь она говорит мне так легко работалось то ли я был я не знаю работа всегда на самом деле очень напряженная я должен сказать когда мне на студии говорят старик, ну тебе повезло ты работаешь с женой я говорю да а когда приходишь с работы и говоришь Франя, ты что сделала? это что это такое? мы о чем с тобой говорили? а ты что сделала? и начинается скандал каково? а тут же дети а детям надо готовить у меня даже записка есть осталась она по-моему, Франческа ее сохранила Франя если ты еще раз будешь на кухне твои дети останутся голодными все речь шла о том что она не сделала то что мне нужно было сделать а что значит не сделала? она же разрушилась и украли вот ну вот посмотрите этот фильм Цапли Журавль он уже совсем он другой в сравнении с фильмом Лиса и Заяц дело в том что фильм Лиса и Заяц в процессе работы над ним он попал в цикл фильма сказки народов Европы этот фильм этот цикл задумал один итальянский продюсер замечательный человек мы с ним только успели познакомиться а потом для меня дошла горестная вещь что он покончил с собой совершенно уникальная была личность вот мы с ним общались всего два дня но очарование было необыкновенно какая там история была драматическая не знаю но потом на место его заступил его брат это были две большие противоположности к сожалению бывает и так ну вот а фильм Цапля и Журавль он уже делался и я должен сказать что и поэтому изображение Полисе и Заяц оно диктовалось еще и этими обстоятельствами потому что кто его знает может оно могло бы быть и другим и по другому и фильм может быть был бы сложен но здесь обстоятельства они толкали фильм по эту сторону а фильм Цапля и Журавль это уже совсем другая история это уже совсем Я просто хотел бы, чтобы вы взглянули на того человека, с кем мы работаем, с кем мы ругаемся. К сожалению, рука не попала. Там минут 5 достаточно будет, я скажу 100. Действительно, только, пожалуй, заставку мы делали с Варей Ольшвингом, а фильмы свои практически все я делал с Франческой. Но что здесь удивительно, что обычно в фильме бывает, значит, там есть художник-постановщик, еще есть 3-4 художника, художник под персонажем бывает, художник-декоратор, еще несколько художников-декораторов, как правило. Здесь все сделано одной рукой. И мультипликатор я тоже анти. Я, в общем, довольно быстроходный мультипликатор. Другое дело, что когда ты сталкиваешься с обстоятельствами абсолютно непреодолимыми, то работа сильно тормозится. Ну вот такие обстоятельства, с такими обстоятельствами я встретился на фильме «Шинель», и это, конечно, совершенно все невозможно и все другое, но об этом, может быть, мы еще немножко поговорим, потому что я хочу показать вам маленький отрывок из «Шинеля». Все можно посмотреть. Я смотрел за ней, и она совершенно спокойно от края до края начинала его рисовать. Я смотрел, он нарисовал травы, ягоды. И чем дальше она это рисовала, тем больше я удивлялся, что это все наизусть было нарисовано. То есть с полным знанием, не некие декоративные такие штучки, а с полным знанием того, какая там фауна и флора. Может, мне надо в антиклопедию было идти. Да, надо было в антиклопедию. Не туда попал. Вот, но надо сказать, что, знаете, я довольно критичен был. И после того, как мы с Ваней поженились, уже дети появились, и Ваня работала с другими режиссерами. Мне это очень не нравилось. Это все было очень слабо. И мне тоже не нравилось. Ну, не знаю, как-то нравилось, не нравилось, но шерпича работала. А чем отличалась работа с другими режиссерами? Ну, если так приматимно говорить, что с Юрой это работа по-настоящему, а там это... Ну, как вот кто-то просит нарисовать, вот нарисуй мне, и я рисовала, понимаете? Ну, это было не мое. На самом деле, когда я тогда увидел этот фильм, это был сделан фильм, я неправильно сказал, он был сделан в 2002 году. Просто в съемки идут фильма, японский фильм, а фильм этот делался в 2002-2003, он был закончен. Вот, и я сейчас смотрел сам на то, о чем говорит Франческа. Вы понимаете, у Франчески нет никакого лукавства. Она абсолютно вот, вот она такая все. Но, знаете, когда она живет за городом, у нас такой обычный дачный домик, мы там мастерскую пристроили, чтобы можно было работать. Потому что здесь вот она сидит в мансарде, там вообще даже планшет развернуть было нельзя. А сейчас все-таки что-то такое можно жить. И я как-то приезжаю, вот представьте себе, о чем вы говорите. Я приезжаю, она говорит, знаешь, я, пожалуй, в саду поставлю памятник земляному червяку. Потому что ты даже не представляешь, какое это же было. И начала мне рассказывать. И что удивительно, что удивительно, недавно телевизионная была передача по поводу земляного червяка. Она говорит, вот, я еще когда говорила. Ты помнишь, когда я тебе говорила? Я, говорит, готова памятник из золота поставить, но под зонтиком. Вот, говорят, дождевой червяк. Да не дождевой. Он как раз воды боится. Когда начинается дождь, его в норку заливается вода, и все, он поползает и практически погибает. Но, вот, когда он мне сказал, что человек под зонтиком, я там все-таки мультипликатор. Ничего не скажу. Да. Новый сюжет. Да, новый сюжет. Новый сюжет. И на самом деле, когда я слышу там на Союзмульфильме, там, где нам взять сюжет? Да оглянитесь вокруг. Поэзия в траве, достаточно нагнуться. Как сказал один поэт замечательный. Так что тут, и вот, я смотрел, слушал ее сейчас здесь, и думаю, все-таки, ты видишь, у нас очень напряженные отношения, когда мы начинаем работать, когда начинается фильм. Очень напряженные, невероятные. Это доходит, я не знаю, сколько она литров корвалола выпила, и сколько вообще валидола, и все это. Это такое, ну не потому, что я человек жестокий, но вот я сейчас очень повторяю фразу гамлетовскую. И с жалостью я должен быть жестокий. Ведь работа художника-постановщика невероятно сложна на мультифункционном фильме, потому что это, конечно, происходит вместе с режиссером. А в всяком случае, я лезу во все вот. Я, как Фома Неверующий, я должен вложить горсты в рану, понимаете? Я должен все пройти по всему полю изображения. Иначе оно не мое. А я его должен, изображение, выучить наизусть. Чтобы, когда начинается работа, постановка кадров, все должно быть мне знакомо. Это все должно быть моим встателем. У художника в этом смысле работа тяжела тем, что он существо подневольное. Но и Франческо мне все время этим корило. Ты во мне убил художника. Ты и ты. В 2005 году у нас в Пушкинском музее, благодаря стараниям Антоновой Ирины Александровны, которая, кстати говоря, через два дня будет 95 Гц, видели бы вы эту даму. Я все время о ней говорю. Гейнсбор, живопись Гейнсбор. И вот, значит, была выставка на довольно большой площадь музея, 600 квадратных метров. Это довольно большая площадь. И там были франческие эскизы, все прочее. Ко мне подошел мой друг, к сожалению, уже покойник, Боря Павлов. Он руководил, кстати, галереей на Солярке. Изумительная личность, фантастический человек. И вот он говорит, слушай, Юрочка, какой франческа художник. Я говорю, Боря, ты мне говоришь? Подойди к ней и скажи ей. А я тебе сейчас заранее скажу, что она тебе ответит. А она тебе скажет, это не я, это все Юра. Боря подошел к франческе, и потом подходит ко мне вот с такой улыбкой и говорит, ты был прав. Именно это она сказала. Ну, вот тут мелькнул ее эскиз по сказке сказок. Там девочка стоит, помните? Это практически катер с фильма. Это эскиз метр на 35 сантиметров высоты. Для франчески большой эскиз. Вот. И я удивляюсь ее колористическому учитью. Она, эскиз, по-моему, творит, как вот пыльца на бабочке появляется. Вот бабочка выползает из этой куколки и расправляет мокрые крылья, потом сушит, и вдруг ты видишь новое существо. У меня такое впечатление, что франческа так работает. Так, теперь, значит, еще я хочу показать один кусочек. Здесь мелькнул кадр с шинели. Ну, вот там есть кусочек, два, почти трех минут эпизодик. И я думаю, что этого будет достаточно вполне. Дальше, если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Значит, это эпизод. Акаки Акаки возвращается к себе домой. Он, правда, переходит через канал. И дальше он рассматривает старую шинель. После этого эпизода он должен идти к Петровичу. Ну, вот, посмотрите. И в конце там еще маленькая сценка, там секунд 15 из «Ночного Петербурга». У нас будет отдельный эпизод «Ночной Петербург». Вообще, это очень интересная история. Понимаете, вот если я терпеть, не могу вести дневник. Я несколько раз начинал дневник вести, а потом его бросил в чертой матери. Не могу, не могу. Такое ощущение, как будто я сам над собой в этой эксперименте стал. Я восхищаюсь всеми, кто ведет дневник. Это, на самом деле, чудная вещь, потому что ты фиксируешь время. И потом то, что кажется тебе давно забытым, возвращается через строку. Ну, у меня не получается. Но я почему это говорю, вести дневник, потому что можно в дневнике что-то для себя понять, осмыслить. И в частности, вот эта история с Гоголем, с его повестью и с тем, как повесть будет трансформироваться в изобразительном искусстве. А кино, это, в принципе, все-таки изобразительное искусство. Что тут происходит? Какие появляются новые, казалось бы, несуществующие, незаписанные Гоголем в его повести, гениальные. Но они появляются, эти эпизоды. И... Можем отечку отбить? Да, я прошу прощения. Они появляются? Они сами появляются. Я не знаю, откуда они берутся. Но они сами появляются, сами по себе. Это вовсе не означает, что я нарушаю гоголевскую, гогольское течение в его повести. Ровно наоборот. У него... Я считаю, что кино, если брать текст литературный, то кино, оно занимается тем, что оно берет изображение из несуществующего, из белых пятен, из между строк. Вот если мы можем строки соединить в себе с таким ощущением, что они вдруг невероятно проявят тот подземный гул. Вот тогда, мне кажется, происходит подлинное. Потому что эти все разговоры автор бережно перенес ткань литературную на экран. Худшие фразы придуманы. Это противоречит вообще всему. Это противоречит диалектике. Это противоречит мировой мысли по эстетике. Это есть такой гений Лесин, который написал абсолютно фантастическую вещь о границах жирописи и поэзии. Спасибо. Я удивляюсь, что эта вещь не преподается в Абдике. У нас она... Я закончил курсы мультипликаторов. Это вообще почти ПТУ на Союзном фильме. У нас была эстетика, и нам преподаватель по эстетике разворачивала перед нами эту работу. С тех пор она стала моей просто любимой работой в эстетике. Это удивительно, конечно. Когда я в годы Лесин, это вроде как не слышится. Вроде не было такого. А там как раз обозначена вот эта проблема, когда что такое слово и что такое материализация слова. И это, конечно, читаешь как просто захватывающую историю. Но это я, так сказать, к слову. Все можем мы посмотреть. Да, это без звука, конечно. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Что дает направление твоей работе. И вот как может идти работа? Как может идти работа? Ну, допустим, вот Акаки Акакиевич. Шинель. Я должен сказать, что мне казалось, что после «Сказки сказок» я могу все. Ну и я тут же был наказан. И очень хорошо. Мне сразу показали, где твое место сказали. Потому что «Сказка сказок» был невероятно тяжелый фильм, очень сложный. И он проходил очень тяжело. Меня требовали его сократить. Я довольно сурово к этому отнесся, надо сказать. Когда с «Сказки» разговариваешь очень активно в состоянии атаки, они как-то... Поскольку они на самом деле не уверены, я присутствующим не говорю, они не уверены в своих постулатах, потому что они находятся под давлением вышестоящего лица. Это трагедия на самом деле. Я об этом сейчас сценарий даже почти накрапал. И вот началась работа. Вдруг я понял, что я в такой попал ужас. И выберусь ли я из него, не знаю. И вот, когда мы начали с «Сказки» рисовать персонажа, как проходит работа? Акаки Акакиевич. Ну, на самом деле, в общем, не так сложно нарисовать там некую картинку. И даже она будет узнаваться. Даже сразу скажешь, о, это шумит. А дело не в этом. Дело в той самой психологической глубине, в тех психологических валерах, которые разливаются и в самом Акаке, и вокруг него. И это гораздо более сложная задача, чем в сравнении с тем, что можно ловко нарисовать. И вот я помню, не получалось, не получалось. Я говорю, Фране, надо его рисовать. Во-первых, так. Мы в моей вот книге, вот в этой «Снег на траве», там есть фотографии, которые мы получили из центра медицинского. Туда приходит рожельница со сложными какими-то своими историями. И, в общем, нам дали несколько фотографий. Тут даже куски пленки дали. Снятые эпизоды рождения ребенка. Просто это зрелище совершенно фантастическое, когда вот он, вот он, космическая история. И вот для чего это было сделано? Акакий Акакевич, вот если о нем говорить, он заключает в себе ребенка, взрослого. То есть он, можно точки очертить вокруг него. И вот я говорю, Фране, надо его рисовать в размер, в минимум, какой ты только можешь рисовать голову. Почему так? Потому что пальцы и карандаш в малом размере, когда глаз не может уходить, видят больше, чем твой глаз. Если, конечно, включен вот этот аппарат. Почему я компьютер не люблю? Им, по-моему, до сих пор так и не научились пользоваться. Машина фантастическая. Но пользоваться меня научили. Потому что там все идет на внешнем правдоподобии, правдоподобии, правдоподобии. Ну и дальше что? И вот, а когда происходит это тактильное соединение? Глаз, ум, сердечность и дрожь руки? Как мне Франя любит повторять фразу, которую она услышала в телевизоре. Там один какой-то замечательный человек рассказывал о храмах псковских. И вот он говорил о том, что они такие кривенькие. И кто, если бывал в Пскове, то знает эту красоту совершенно не сусвет. Это невероятно. Они такие все кривенькие, щитокособочные. И все из фразы прозвучало. Рука мастера дрожала от восхищения. Понимаете? И вот здесь происходит то самое тактильное соединение. Когда вот такой размер, я ничего не преувеличиваю, и там рисуется, то напряжение твое столь велико, уйти туда, в этот маленький рисунок, их делают десятки. Но что происходит потом? Мы потом увеличили эти рисунки вот до такого размера. И там проявляется то, что глаз не может увидеть. Чувство острее. Понимаете? Чувство вообще они сильнее, они сильнее мыслей. Там нету рационального продукта. Там все на дрожи. Получится, не получится. Выбрасывались пачками. Но вдруг случайная черта, и она становится ведущей. Поэтому фразу Блока, смотри случайно, я даже в своих книгах написал, появляются случайные черты, и ни в коем случае их нельзя стирать. Вот это самое, потому что тут для меня просто, понимаете, я всегда триаду пушкинскую, и, сейчас, и, сейчас, бог-изобретатель, и гений парадокса вдруг, да, и случай бог-изобретатель. Понимаете? Вот это самое то, самое ухваченное Пушкиным, какой он умница все равно. Просто вот с самую точку попал, случай бог-изобретатель. То есть десятка рисунков, не получится, но вдруг в одиннадцатом это самое мелькает. И тогда он, Акаки Акакич, он начал перед нами открываться. Вот, собственно, что происходит. Вот каким образом идет работа. Все то же самое относится и к разным другим частям нашей работы, потому что, действительно, вот эти случайности... Боже мой, когда делался персонаж Бастер, он не получался, не получался, не получался. Я рисовал, я сам не знал, в каком направлении он делится. Значит, потом, наконец, там сделали детали, все стали складывать. Глупость, чушь собачья. Что-то там Франческо такое наделалось. Я на нее наорал совершенно сумасшедше. Ночью я сидел всю ночь с этим персонажем, смотрел на него и двигал его, как будто бы под камерой. И вдруг, в один момент, он сложился. И я так отвел руки, и от него отошел буквально на цыпочках, боясь, что я что-нибудь там сейчас собью, стол закачается, что-то сбился. Отошел, дождался утро, и говорю, правильно. А, Катя, своей дочкой была. Я говорю, Катя, слушай, пойди посмотри. Только ради Бога, не дотрагивайся пальцами. Пойди посмотри. Мне кажется, что он в том направлении. А Бастер говорит, вау, как тебе это удалось? Те же самые элементы, те же самые все. Произошел случай. А? Произошел случай. Чуть-чуть я сдвинул ему рот, и получился такой паре с лицевой, знаете? Чуть искривление. Эти детали, как мне, откуда она пришла? Случайность. Но! И сразу все мне стало понятно. Вот это асимметрия. Я, конечно, знаю, что такое асимметрия. Но здесь эта асимметрия просвучала вот прямо передо мной с нами. И я сказал, Катя, возьми фотоаппарат. Аккуратно. Той. Сфотографируй мне его. Потому что его удержать невозможно. Когда она сфотографировала, я после этого его слепил скотчем. Почти несколько мужчин. Привез на студию. Положил на съемочный станок. Ну, вы себе представили, что такое съемочный станок. Четыре метра в высоту. У меня размах большой. Два с половиной метра. В длину, вглубь, в ширину 80 сантиметров. В общем, там такая машина у меня отдельная. Пришла знакомая, посмотрела на камеру, спросила, а что это такое? Уже забыли, что такое пинокамера. Ну, я по старинке, знаете, как сказала одна бабушка. А что, старый способ и годится? Какой способ? Вот я старым способом пользуюсь. И вот, значит, я его положил. И говорю, Максим, пойди посмотри. Может, я идиот. Пойди посмотри персонаж. Это кинооператор, с которым сейчас работает. Максим Градин. Он пошел, посмотрел, прибежал и сказал, ууу, какой, говорит, персонаж. Вот, произошли вот эти самые. Все. Спасибо за внимание. Максим Градин, гороскоп, 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 гороскоп. Вот, Юрий Борисович, это как представителю искусства, который очень учит ценить жизнь, ею любоваться и доносить это до всех, до взрослых и до детей, что самое главное, потому что искусство ваше очень любит жизнь. И поэтому является в подлинном смысле вечным и будет жить в детях. Потому что это прекрасное чудо жизни, которое наши аниматоры до детей наносят. Чувство ценить и любить жизнь. Поэтому вот этот букет от вас. И, как вы догадываетесь, без ежа было совсем невозможно. Вот у нас совсем недавно здесь, ну, говоря по старому Доме офицеров, проходила ярмарка, которая называется «Реки руки». Представление творчества наших мастеров. И вот авторская работа сделана, которую я не прощу, с теми на болезнищах, от художника-подружечника Владимирской земли для коллекции, на вдохновение, и чтобы еж был всегда с вами, в наш Владимирский еж. Удачи. Я написал книгу двухтомник по мультипликации, как раз вот о том, о чем мы сегодня говорили. Но это не научная книга, не академическая. Ну и кроме «Ежик в тумане», «Лиса и заяц» и еще «Постер». Так что, если есть внимание, то я еще здесь останусь на какое-то время, а далее, как я, то все встретил. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Это рассказ. Пожалуйста, мне надо взять, пойти карандаши, сейчас я сумку свою возьму. Ну, хватит уже все сколько можно. Да, я не знаю, автографировать нет. Большое спасибо.